Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. В эфире «Персона дня» и я, ее ведущая Виктория Щеркова. Сегодня мы знакомимся с Дэвидом. Он приехал к нам из Америки. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Расскажите нам о жизни в Соединенных Штатах. У меня была семья там. И было несколько хороших лет. Но были проблемы с правительством и проблемы с американской религией. Я думал, что... Я берал русскую жену 20 лет назад. Я думал, что Америка, конечно, лучшая страна для жениться и расти, и растить семья. И, ну, можно это раздумное решение там. Но я вижу, что последние 20 года Россия очень лучшая, сильная страна, чем раньше. И Америка умирает. Америка от отвращения. Ну, я дал пример из метро Нью-Йорк. Я показал способ, недавно способный преступник в Нью-Йорк метро. И когда люди спросили меня, «Хо, Россия очень опасна. Это не страшно для тебя?» Я сказал, что больше меня страшен в Нью-Йорк метро. Больше меня страшен, что я умираю в Нью-Йорке, пусть до России. Потому что, ну, это... В Америке есть всегда ЛГБТ-пропаганда. Это не было так сильно 20 лет назад. И я не думал, что это будет проблемой для моей семьи. Но это все. Это все в Америке. И было, когда я... Ну, 90-е годы, когда я молодой врослый, было так, может быть, спор между двумя людьми. Я за ЛГБТ, вы против ЛГБТ. И можно я выиграл, можно ты выиграешь. И в 2000-е годы будет так, как ЛГБТ всегда выиграли спор. И сейчас, ну, потом в 2010-е годы будет так, как, ну, если я за ЛГБТ и ты против ЛГБТ, не только я выиграю спор, тоже ты теряешь работу. Ну, потому что... Ну, как вы можешь работать? Вы против ЛГБТ. До свидания. То есть достаточно высказаться против гей-парада, например, на рабочем месте, и ты уже уволен, получается, да? Конечно. Всегда. И есть ли политическая подоплека в вашем переезде в Россию? Ну, это главная, это главная причина. Потому что, потому что я вижу, что страна, страна, кто... Есть абсолютное, есть абсолютное правило в истории, что страна, где есть гей-парад, никогда будет победить война. Потому что эта гей-парада, это атака, это атака против мощности, это атака против работы между мужчинами, и это атака против Бога. И поэтому, если... И еще американец-лидер должен узнать, должен узнать, что если война между большая страна, где есть гей-парад, и маленькая страна, где не есть гей-парад, эта маленькая страна 100% победит. Большие русофобские настроения еще при Обаме были. Вот сейчас Байден, это вообще безобразие, что творится. Насколько сильна русофобия в Америке сейчас? Насколько к нам плохо относятся? Ну, я думаю, что эта русофобия очень-очень-очень сильна сейчас с оба партия. И не понимаю точно почему до 2014 года был республиканский против России и демократный за Россию. И потом была эта святая революция в Украине. И сейчас все против Россия. И общество тоже? Народ настроили? Ну, я не хорошо знаю, потому что у меня не много контактов с американцами. и тоже у меня не смотрю американский телевизор, телевизор, радио или газеты, потому что это так LGBT, что я не хочу вредить мой мозг. Расскажите о русской культуре. Что вам больше всего близко? Может быть, поэзия, музыка, живопись, театральное искусство, кино? Что больше вам всего по душе? Русский культурный еще немного знаю. Конечно, до революции был очень способный музыкист, очень способный романист. Например, я был в Туле, и вдруг сказал, «О, хочешь идти до Ясной Поляна?» Ну, не знаю, что Ясная Поляна, но хочу идти и где. И там я вижу, «О, это дом Лев Толстой». И мне очень нравятся романы Лев Толстой «Война и мир» и «Самая лучшая Анна Каренина». Я вижу, что все русские читали Анна Каренина, но они читали как дети. И как дети, для детей это не так интересно, потому что есть много врослых тем в Анне Каренина. Я скажу, все русские, они должны перечитать Анна Каренина как врослые, потому что там есть много информации, как работает сватность, как работают отношения между мужем и женой и людьми, кто хочет быть мужем и женой. потому что сейчас это проблема со русской культурой, что кажется мне, что отношения между полями не точно работают. Не есть, ну, конечно, ЛГБТ-пропаганда разбит все, но уже был коммунизм, много разбили, и русские не знают, русские не знают, как ремонтировать, как ремонтировать отношения между полями, и есть много последней информации в Анна Каренина. Потому что это нам похоже как исторический роман, но это не было исторический, когда Толстой писал. Это был настольный роман. А кино и музыку уже оценили? Немного, немного смотрю, смотрю кино и музыка. Расскажите о планах на будущее, чем планируете заниматься, в каком городе жить в России? Ну, у меня, мой план, ну, я живу, я хочу, я хочу жить, я хочу жить в русский город. И я не планирую миграю, но еще у меня не глубокорение здесь. Еще, ну, у меня квартира, у меня, у меня друзей, и, ну, что есть. В профессии собираетесь работать? И работать, работать еще нет. Я еще здесь с туристической, туристической визой, и туристическая виза не решает работать. Кстати, о работе, вы же IT-технологиями занимаетесь, я так поняла. А у вас были в Америке антироссийские заказы? Может быть, какие-нибудь программы, которые должны взломать наши программы? Было ли такое в практике? Никогда была такая работа. Моя работа очень, очень, очень базная, очень, очень базная работа. Как, ну, как, ну, например, я, я писал индустрию, стандартную программу, для конвертирования один, один файл формат до другой, другой файл формат. И это еще все, все... Все мы скучаем о родине, на самом деле. Все скучаем о родине. Да. Особенно россияне, есть у нас такое чувство ностальгии, когда вот здесь тоска, хочется вернуться. Честно скажите, вы хотели бы вернуться в Америку? Ну, я тоже скучаю, я тоже скучаю мою мать, но моя мать умирала. И я, 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 я любил ее, когда она ее жила, но она умирала, и я должен еще continue? Продолжить? Продолжить, продолжить, продолжить моя жизнь. И тоже моя родина умирала. Это был, это был хорошая, это был хорошая родина, это это родина, когда я был, когда я был ребенок, это родина воевала луна. Conquered the moon? Завоевала луну. Завоевала луну. И, ну, это, это, это скажите, это скажите, что мы большая, великая страна, в, в мирная, в мирная история, потому что мы, мы завоевали, мы завоевали луна. и, ну, это, это, это была хорошая страна, но это, 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 это умирал, или убивался, зависимо, вид, point of view? Точки зрения. Точки зрения. Это зависимо, точки зрения, это страна, или умирал, или убивался. и радужная, не великая страна, радужное отношение, отношение страна, кто, 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 кто убивал Америка, и так, я могу, я могу, любить, я могу любить этого, кто не еще есть. Вы уже успели полюбить Россию по-настоящему, проникнуться всем нашим? Я, я, я безопасна в России, и Россия не ненавидит меня. Я белый, я, я белый, я белый, я белый люди, и я могу жить в странах, которые не ненавидят белые люди, которые не хотят убить, 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 убить все белые люди. И я думаю, что это, это может, это может растить, это может расти до, до, до Светлана любовь. Ну, Ну, потому что все в России, все в России очень, очень приятны мне. Все люди очень, ну, помогают, помогают мне дружность. 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 Они дружны, они дружны мне. И, ну, поэтому я думаю, что когда, я только думаю, что не хочу сейчас, 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 сейчас прилучать, прилучать русскую гражданность, потому что я думаю, что я не, not worthy, not worthy of it. Не стою этого? Не стою этого, потому что я недостаточно русский. Я говорю, я говорю странно, я еще понимаю, понимаю плохо, и я хочу сказать, что это гражданность, это и чего, это и чего стояно, и я еще, я еще не стою. Ну, хочу видеть на жительство, это хорошо, но гражданность, я думаю, что надо, надо, это и чего, Эстония, и надо, надо работать для этого. Непременно все в вашей жизни сложится так, как вы хотите. Спасибо вам, Дэвид. И спасибо, Виктория. Дорогие телезрители, это была Виктория Черкова, рубрика «Персона дня». Увидимся в прямом эфире.